Пытания, какие луналы из Киева. Люди не в состоянии оплачивать. Только 46% людей оплатили в ноябре месяце. В декабре, я думаю, будет еще меньше процент. А в январе люди массово не платят, потому что просто физически нечем платить. И вот три вопроса, которые поставили люди, это повышение пенсии на 8-7 гривен. Ну, максимум там до 150 гривен в единичных случаях кому-то. Это совершенно не соответствует тому колоссальному росту цен и тарифов, которые люди пережили. Особенно в канун сейчас Нового года и мы видим следующий 19-й год. То же самое касается монетизации субсидий. Понимаете, это абсолютно какой-то карикатурный и антисоциальный вид, предложенный сегодня правительством. Когда будут открывать счета, но это будут не счета, а учетные записи у людей. И человек не сможет пользоваться этим счетом. Сегодня у нас прошло экстренное заседание, совещание в комитете, где мы детально разбирали вопрос монетизации субсидий. То есть субсидию переведут в форму социального пособия от государства. Выплатили человеку это социальное пособие, но он его дотронуться к нему не может. Ему где-то там на учетной записи его покажут. Но проблема в том, что бывают, это редкие случаи, но они бывают, когда государство задерживает выплату социальных пособий. Так вот с момента, когда начнется, это уже с января месяца, монетизация субсидий, государство перекладывает ответственность себя на человека. То есть человек не получил это социальное пособие, а счет ему за платежку, за квартиру пришел. И это уже задолженность персональная человека перед поставщиком услуги жилищно-коммунальной. И вот в этот момент возникает коллапс. Люди не в состоянии оплатить, долги будут накапливаться. А если ты два месяца задолжал более чем по 340 гривен, тебя в следующий раз лишают права получения субсидий. То есть это такой новый инструмент, как людей лишить и той мизерной субсидии, которую сегодня с такими боями получили у нас в стране 4 миллиона человек. Поэтому первое наше требование, чтобы долги за невыплаченные государством субсидии человека не включались в долги человека по жилищно-коммунальным услугам. И мы сегодня это проговорили с профильными министерствами, будем требовать, чтобы это было учтено. Первое. Второе. Сегодня заявили, что после совещания у президента министр социальной политики сказал о монетизации натуральной субсидии. Что те, кто получили назначение субсидий до 1 ноября, будут получать в среднем, ну кому какая субсидия назначена, в средняя сумма это полторы тысячи гривен в месяц. Ну это, конечно, такое ноу-хау, когда с 1 марта в канун президентской кампании нашим людям выдадут по полторы тысячи гривен в месяц якобы субсидии. Люди, берите. Берите. Это лучшее, что они могут сегодня сделать. Единственное, что, конечно, полторы тысячи мало, потому что этого не хватит для того, чтобы заплатить сегодня за те платежки, которые выставлены. Но это лучшее, что сегодня от них можно получить, урвать хоть кусок шерсти с этого паршивого барана. Поэтому проблема монетизации субсидий абсолютно открыта. Единственной модели сегодня нет, потому что президент поставил одну задачу, правительство приняло другое постановление, которое вступило с января месяца в силу. Задолженное сейчас по субсидиям около 7 миллиардов гривен в стране. Люди должны порядка 47 миллиардов гривен по тарифам. То есть коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства приближается. Поэтому наши требования здесь однозначны. Мы просчитали, предоставили все эти цифры правительству, парламенту, зарегистрировали законопроекты. Цена газа для населения не может быть выше 4823 гривен. И вот мы настаиваем на том, чтобы это решение было принято как первоочередное решение этого парламента. Второе решение, которое мы требуем принять, это наложить мораторий на право сегодня через суд отбирать у людей квартиры, начислять штрафы и пенни за неоплаченные тарифы. И третье, мы все фрактом, 6 фракций парламента подписали обращение и зарегистрировали в парламенте требования к правительству отменить повышение цены на газ в ноябре в месяце и ввести мораторий на повышение. Потому что у нас впереди с вами очередное повышение, которое подписало правительство СМВФ на май месяц. Потом очередное повышение к январю 2020 года. Мы уже понимаем, что дальше повышай, это смысл уже никакого не имеет. Потому что уже более 60% людей не платят и дальше платить не будут, потому что нечем платить, ни во что не хотят. Но сегодня мы считаем, что есть возможность пересмотреть соглашение СМВФ, отменить это повышение и привести цены к нормальным и адекватным по тарифам и дать людям нормально жить. Второй нюанс. Заканчиваю, Василий. То, что касался вопроса повышения минимального прожиточного уровня и пенсии. И здесь очень правильно женщина сказала. Она бывшая госслужащая. У нас почему-то наказали всех госслужащих в нашей стране, которые честно отслужили государству, ушли на пенсию. Им уже третий год не индексируется пенсия. И еще в ближайшие несколько лет индексироваться по пенсионной реформе правительства Гройсмана не будет. Это антиконституционная норма абсолютно. И поэтому это несправедливо. То, что касается их рекордов о повышении пенсии и их постоянных там броварских таких заявлений премьера, как они подняли минимальную зарплату, подняли пенсию. Ну, я думаю, тут в студии мы все абсолютно понимаем, что это очередное вранье этих проходимцев, потому что они реально не поднимают и не индексируют, потому что они заморозили прожиточный минимум. И тем самым они не индексируют социальные выплаты. И держат сегодня, как бы наказывают абсолютно всех пенсионеров в нашей стране. Поэтому и мы выиграли конституционные суды и по ветеранам, и по чернобыльцам, по перерасчетам пенсии, по военным пенсионерам. Но сегодня правительство, оно не выполняет ни конституцию Украины, ни решение конституционных судов. Мы сейчас требуем отчета правительства в парламенте по положению в социальной сфере. Потому что их невыполнение законов и конституции Украины – это преступление сегодня перед всеми пенсионерами нашей страны.